Дом художников на проспекте строителей типичный представитель так называемых Сталинок. Монолитные, монументальные, с высокими потолками. На одной из стен сегодня могла бы висеть мемориальная доска. Здесь жил выдающийся азербайджанский живописец, народный художник Сатар Бахлузаде. Но история, как известно, не знает сослагательного наклонения. От квартиры практически в центре Баку художник отказался. Оставил себе только мастерскую с видом на море. Он всегда был другим, ни на кого не похожий, ни на кого не равнявшийся. Необычная внешность – только верхушка айсберга. Его полотна романтичные, светлые, сказочные. Самобытный, свободный, новатор. Сегодня его называют основателем азербайджанской школы пейзажа. Он был очень неординарный человек, очень яркий человек и прекрасный художник. Мне кажется, что его живопись – это взгляд человека, только что увидевшего мир. Он всегда свежий, он всегда оригинален. И мы видим в его работах восторг художника. Восторг перед ослепительной красотой родной природы. Он талантливый художник и попал как раз вовремя, когда происходили эти изменения в изобретительном искусстве. Он как раз завершал свой поиск своего художественного «я». Я родился дважды, говорил он. В тот день, когда рука стала держать кисть, разум различать цвета, а глаза видеть красоту, родился художник Саттар. Я не помню день, месяц и год, но знаю, что был такой день рождения. Что же касается паспортных данных, скажу. Я, Саттар Бахлу-Логлу Бахлу-Заде, родился в 1909 году. В декабре в бакинском поселке Амирджан. Этот дом он не покинул, даже став известным художником. Жил скромно, довольствовался только самым необходимым. Список возглавляли холст, кисти и краски. Следующими в списке были книги. Со школьной скамьи зачитывался поэзии Вагифа и Амара Хаяма. Наизусть цитировал отрывки из «Физули». Герои его трагической поэмы Лилии Меджнун все чаще появлялись на страницах его школьных тетрадей. Меджнун – это не какой-то титульный красавец. Это человек, переживший любовь. Это человек, в душе которого трагическая любовь. И если другие художники обходили это, то Сатар Бахлу-Заде показал. Он сделал такой образ Меджнуна, в который мы верим, потому что он действительно нарисовал человека с трагической судьбой. Да, это любовь, но она бывает и такой, увы. Сатар Бахлу-Заде называют одним из основоположников профессиональной азербайджанской школы живописи. Вскоре знакомство переросло в настоящую дружбу. Азим-Заде стал творческим наставником юного художника. Как вспоминал Сатар Бахлу-Заде, именно тогда он научился тому, как, исследуя культуру своего народа, можно, что называется, застать жизнь врасплох. На последнем курсе техникума Азим-Азим-Заде пригласил Сатара на работу в газету «Колумнист» художником-графиком. Но творческий дух молодого художника выходил за рамки газетных статей. Спустя два года по совету Азима Азим-Заде он покинул редакцию и поехал поступать в Москву. Он поступил в художественный институт имени Сурикова на графический факультет. Но вскоре наброски талантливого художника заметил известный российский живописец Григорий Шегль и предложил перейти на факультет живописи. Так в творчестве Сатара Бахлу-Заде начал... Моден, более популярен, я бы сказал. При жизни художника в 1969 году был снят документальный фильм. Над ним работал известный телережиссер-документалист Рамиза Хондов. А автором сценария стал на тот момент молодой азербайджанский прозаик и сценарист, а впоследствии народный писатель Анар. А в этом фильме ценно, мне кажется, именно то, что, во-первых, облик самого Сатара Бахлу-Заде запечатлен, и потом его разговоры. Причем он не хотел соглашаться на разговоры. Мы его как-то слукавили, сказали, что просто записывали. Не записывали, просто беседуем. В это время записали его беседу и потом наложили на изображение. И так получилось, что он рассказывает о своих работах, о своих впечатлениях от азербайджанской природы, рассказывает о своей матери. В общем, много из того, что до этого не было известно, вот впервые прозвучало в этом фильме. Я бывал во многих районах Азербайджана. Губа, Гусар, Лянькеран, Нахчеван, Карабах, Шамахы. Каждый красив по-своему. Но кроме того, мне так кажется, у каждого из этих мест есть свои характерные образы. Например, Губа – это горы, фруктовые сады, низкие облака. Мугань – это равнины, бескрайние горизонты. Нахчеван – это совсем другой пейзаж, совсем другой образ. Это многообразие цветов. Здесь есть желтые, фиолетовые горы. Они совсем не похожи на горы Гусаров или Губы. Они монументальны и в то же время изящны. Глядя на них, мне всегда вспоминаются азербайджанские миниатюры. Как говорил известный художник, один из ярчайших представителей нового французского реализма Андреа Фужерон, сатар любит цветы, а цветы любят его еще больше. Он садился в электричку и отправлялся в новое путешествие. У окна всегда один, а если кто-то садился рядом, то без слов пересаживался. У него уже был собеседник. Природа родного края. Третьему в этом диалоге просто не было места. Свою знаменитую коллекцию камней Сатар Бахулзаде собирал по всему Азербайджану. Он объездил практически всю страну и с каждого уголка привозил домой частичку родной земли. В работах художника красота природы, поэзия восточной лирики сплетались воедино. А еще в них была музыка. Он очень любил мугам, и, как говорили его современники, без этой музыки Сатар был бы другим. Воспоминания детства, яркие сельские праздники, костры, но врузы и свежие впечатления от поездок по регионам – все это находило отражение в новых работах. Таурул мне рассказывал, покойный Таурул Нальмамбеков, что они как-то выехали по районам республики, причем несколько машин. И в одну из первых машин ехал Елистратов, тогда второй секретарь ЦК Азербайджана, который дружил с художниками. И Сатар был. Ну, по дороге уже, так сказать, где-то к вечеру они остановились, вышли немного погулять, размяться. И Сатар удалился. А их там встречал первый секретарь РАКОМа, официальные лица и так далее. Ждут, а Сатара все нет, нет. Потом, наконец, в столе, мне сказали, ну, пойди, поищи его, где он. Я пошел, вижу, что он разлегся и смотрит на звезды. То есть ему было безразлично, что там ждут официальные лица, что это прием и так далее. В этом смысле он был очень свободный человек, конечно. Расцвет творчества Сатара Бахлулзаде пришелся на середину 20 века. Хрущевская оттепель давала определенную свободу творчеству, но пропагандистская машина все еще была сильна. В Советском Союзе планировали работу художников и предъявляли к ней определенные требования. Советский художник должен рассказывать об ударниках труда, прославлять революцию и работать на благо партийной идеологии. Творчество Сатара Бахлулзаде в эти рамки не вписывалось. Допустим, другие большие художники, тот же Михаил Абдулаев или еще кто-то там, они должны были выполнять программные работы. А он пейзажист, ну пейзажист. И он отвечал иногда этим требованиям. Написал, я считаю, что один из лучших его пейзажистов, красавица, Каспийская красавица называется. Там море наше, вышки стоят много и летят чайки вот так вот в большом количестве. Очень и романтично, и отвечает теме и программе партийной. И все вроде хорошо. Его спасало, что он пейзажист. Ну что пейзажист, ну красивые горы, ну там я не знаю. Причем он же все гиперпоизировал немножко. Если горы чуть-таки, он их взял совсем так. И так далее. Он старался это сделать как можно более ярко. Это попало по времени, когда в основном искусстве было время поисков, уйдя от социалистического реализма в какую-то другую форму. Ну и он как раз был по этому очень моден. Востребован как художник. Чингиз Ахмедов, народный художник Узбекистана и Татарстана, писал «Сатар открыл для меня азербайджанскую поэзию, музыку, театр». Все это Сатар Пахулзаде воспевал в своем творчестве. В период с 1973 по 1974 он очень много работал, создал одни из наиболее значимых своих произведений. В своих дневниках он писал, что у него много планов. Моя цель – оставить мое творчество народу, будущим поколениям, если болезнь даст мне возможность. Он написал портрет Физули, но еще он хотел сделать портрет Вагифа. У него осталось много эскизов к этой работе. Он хотел сделать большую работу в цвете, но так и не смог. Спустя всего год после этой выставки художника не стало. Он рисовал и в больнице в Москве, фломастером в альбоме. До последних дней оставаясь верным своей первой и самой большой любви. Тогда, когда мы устанавливали этот памятник, это кладбище на том участке, где он похоронен, было пустое. И с этого места открывался вид на Амиродианы, на Бельбели, там озеро было на фоне холмы. И я его решил поставить на фоне этого пейзажа с двумя пустыми подрамниками. Значит, идея была в чем? Что вот этот горизонт, он был как раз на фоне, на середине этих пустых подрамников. И в этих пустых подрамниках каждый день этот пейзаж его родного места присутствовал. Мало того, он менялся. Осень, весна, лето. Этот пейзаж живой в этих подрамниках все время менялся. По числу прижизненных изображений он абсолютный рекордсмен среди азербайджанских художников. Его портреты в разные годы писали и Таир Салахов, и Тогрул Наримамбеков, и Гасан Хаквердиев. Его образ воссоздавали живописцы и скульпторы Азербайджана, ближнего и дальнего зарубежья. Он был поэтом, певцом любви и красоты. Но все-таки он был художником, и это проявлялось во всем. Даже свои дневники он вел арабской вязью цветными карандашами. В его произведениях вымысел и реальность, сон и явь, все переплеталось воедино. Но для Сатара Бахулзаде в этом и была.